Кто-то еще крепко спит, а эти ребята собрались на марафон. Сунжинская молодежь свой выбор, очевидно, сделала. Начало забега в 10 часов, но многие пришли раньше, чтобы успеть размять мышцы и ненароком не схватить судороги. Между тем, опытным спортсменам такое, в принципе, не грозит. Тамерлан Саралиев один из них. Ежедневные занятия спортом подготовили его к экстремальным ситуациям. Вчера мой друг сообщил мне, что может быть забег, сказал, может придешь, но я решил, почему бы и нет, зачем уже ведите время дома, когда можно спор запривести его. Забег приурочен к юбилею республики. Организаторы сожалеют, что не начали эту традицию раньше. Ведь такой подход не только способствует активному физическому развитию молодежи, но и укрепляет дружеские отношения между участниками. Кросс у нас проходит впервые в Сунжинском районе, но мы надеемся, что это станет мероприятие ежегодным у нас. Дистанция от аэропорта с Бакинской трассы, на аэропорте имени Сулумбека Асканова, до площади перед районным домом культуры, площади имени Сулумбека Асканова. Такой маршрут мы запланировали. Участие у нас принимают сегодня все желающие, молодежь всех возрастов абсолютно, вы здесь видите. И есть ветераны спорта тоже, которые также изъявили желание принять участие. Тренер дает последние наставления перед забегом, рекомендуя придерживаться постоянной скорости. Обычная ошибка новичков – дать резкий старт. Эта стратегия неизбежно приводит к тому, что бегун выдыхается задолго до окончания марафона, предупреждают ребят. Видимо, урок усвоен. Все как один, рысцой начинают свой забег. Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 6 километров. Главное – не сбавлять темп и контролировать дыхание. Тренеры напоминают, существует культура марафона, в которой учитывается все – от пищи до правильного дыхания, благодаря которому можно пробежать лучше, чем ожидаешь. Почти половина пути позади, а ребята словно только начали забег. Если вдруг кому-то станет не по себе, на всякий случай бегунов сопровождает машина скорой помощи, а за безопасность во время кросса отвечает патрульная машина. Впрочем, дистанцию за 20 минут успешно преодолевают почти все участники. На финише спортсменов встречают с музыкой и угощениями. Теперь можно расслабиться, хотя, признает Ингисхан Аздоев, не напрягался и до марафона. Перед забегом не стоит сильно тренироваться. Напротив, лучше восстановить силы организма и делится советом спортсмен. На самом деле дистанция была не короткая – 6 километров. Это довольно-таки огромная дистанция, тем более для малышей. И, в общем-то, для спортсменов я сам знаю, что 6 километров – это сложный путь. Я пробегаю утром около 3-4 километров, не более. А здесь вот такой вот длинный путь. Участники забега надеются, что такие мероприятия будут проводиться чаще. А стимулом для ребят станет не только привычка вести здоровый образ жизни. Не забыли здесь и поощрить отличившихся. Победителям вручили денежные призы и грамоты. Марина Муталиева, Адам Далаков, Новости 24.